На Дальнем Востоке к Антанте присоединились японцы. Они вместе с американцами и англичанами захватили Владивосток. И все это делалось под предлогом помощи русскому народу. А истинные цели? Истинные цели империалистов задушить советскую власть, ликвидировать Россию как сильное государство, раздробить ее на мелкие области, как это показано на карте, изданной в Соединенных Штатах Америки. Вдоль Транссибирской магистрали, спровоцированной Антанты, вместе с силами контрреволюции, выступил Чехословацкий корпус. Началась Гражданская война. Одновременно с Антантой и немецкие империалисты, нарушая условия Брестского мира, выступили против Советской России. Под покровительством интервентов формировались контрреволюционные части. На Украине немцы передали власть бывшему царскому генералу Гетману Скоропадскому. Германские войска вторглись в район Дона, заняли Грузию, вошли в Баку. На Дону они снабдили оружием атамана Краснова, помогли ему создать белоказачью армию. Повсюду интервенты белогвардейцы и кулаки чинили безжалостную расправу над сторонниками советской власти. Тысячи коммунистов, советских патриотов были расстреляны, повешены, замучены. Интервенты отрезали Советскую Республику от важнейших районов снабжения сырьем, топливом и продовольствием. Останавливались предприятия, наступал голод. Взять хлеб у сытых, дать хлеб голодным, так действовала партия. В те дни Владимир Ильич писал Мы переживаем здесь, может быть, самые трудные недели за всю революцию. Классовая борьба и гражданская война проникли вглубь населения. Всюду в деревнях раскол. Беднота за нас, кулаки яростно против нас. Антанта купила чехословаков. Бушует контрреволюционное восстание. Вся буржуазия прилагает все усилия, чтобы нас свергнуть. Коммунистическая партия поднимала народ на защиту социалистического отечества. Каждый коммунист обязан был пройти военную подготовку. Главное внимание организации Красной Армии. Нам нужна теперь трехмиллионная армия, призвал Ленин, возглавивший оборону Республики Советов. Первая Советская Конституция устанавливала всеобщую воинскую повинность. В Красную Армию вливались новые силы. Парни с заводов и фабрик надевали красноармейские шинели. В деревне комитеты бедноты помогали партии формировать части Красной Армии, вовлекали в нее и широкие массы среднего крестьянства. Руководство Красной Армии партия доверила своим лучшим людям. Ядро командных кадров составляли опытные в военном деле профессионалы-революционеры. Такие, как Ворошилов, Подвойский, Антонов-Овсеенко, Сталин, Фрунзе. Многие военно-начальники-большевики вышли из солдат и младших офицеров Старой Армии. Тухачевский, Буденный, Чапаев, Котовский, Щерц, Дыбенко, Блюхер. Для ускоренной подготовки командиров из рабочих и крестьян создавались командные курсы. Политический контроль и воспитательную работу в войсках вели тысячи военных комиссаров. Среди них Арджиникидзе, Толмачев, Куйбышев, Киров. Яркий пример содружества комиссара и красного командира Фурманов и Чапаев. Огромную партийно-политическую и культурно-просветительную работу в армии вели политотдела. Они несли большевистское слово правды, разъясняли цели и задачи партии в гражданской войне. Перед народом выступали видные деятели партии. Владимир Льдич добивался создания строго дисциплинированной регулярной армии. Но контрреволюция шла на все. В ответ на белый, красный террор. Готовясь к борьбе с контрреволюцией и интервентами, партия превратила Советскую Республику в единый военный лагерь. Национализированы средние и мелкие предприятия. В деревне продразверстка. Всеобщая трудовая повинность. Кто не работает, тот не ест. Энергичные действия партий помогли укрепить Красную Армию, создать Волжскую военную флотилию. На Восточном фронте остановлены Чехословакия и Белогвардейцы. Накоплены силы для контрнаступления. Казань освобождена. Наши вступили в Симбирск. Дорогой Владимир Ильич, писали красноармейцы. Взятие вашего родного города – это ответ на вашу одну рану. А за вторую будет Самара. И Самара взята. За первую в мире республику Советов сражались и иностранные рабочие, и бывшие военнопленные, братья по классу. Венгеры, чехи, китайцы, поляки, румыны, словаки. Из них формировались интернациональные части Красной Армии. Летом и осенью 18-го года развернулись упорные бои на юге. Белоказаки Краснова пошли на Царицын, чтобы сорвать операции Красной Армии на Восточном фронте. На защиту города поднялись рабочие и царицын. Шли отряды шахтеров Донбасса. В те дни первый съезд томсомола заверял партию. Мировая контрреволюция, зреющая на юге, найдет в нашей среде достаточный отпор. Весь свой революционный пыл, все свои молодые силы отдадим на борьбу с ней. Краснов был отброшен за Дон. Вдохновленные первыми успехами Советской России, в Германии восстали рабочие и солдаты. Долой монархию Гогенцолернов. Революция в Австро-Венгрии, революция в Германии. Грабительский Брестский договор аннулирован. Революционное движение охватило многие страны мира. Возникали группы и партии, стоящие на позициях пролетарского интернационализма. В начале марта 19-го года в Москве собрались на Конгресс представители коммунистических и левых социалистических организаций. Революционные силы сплачивались под знаменем коммунистического интернационала. Сразу же после Конгресса собрался восьмой съезд партии. Он принял программу строительства социализма. Его решения способствовали укреплению союза с Середняком, укреплению Красной Армии. Окончание работы съезда совпало с развертыванием нового похода Антанты и внутренней контрреволюции. В портах Черного моря англо-французы. Это к ним обращались одесские подпольщики. Зачем вас послали на Украину? Под флагами 14 стран топтали нашу землю армия Антанты. Основную ставку империалисты делали на Колчака. Верховный правитель России говорил «Благородная Англия и прекрасная Франция протянули нам свои руки братской помощи». В наступление перешли все силы контрреволюции. Республика вновь во вражеском кольце. ЦК партии призвал рабочий класс к обороне страны. Ленин писал «Мы просим питерских рабочих мобилизовать все силы на помощь Восточному фронту». Из Петрограда, Москвы, Иваново-Вознесенска и других городов уходили на фронт тысячи коммунистов и комсомольцев. А в тылу, в гуще рабочих масс, родилась новая форма общественного труда – коммунистические субботники. Коммунистические субботники распространились по всей стране. Ленин назвал их «великим почином». Самоотверженный труд рабочих в тылу, героизм Красной Армии и партизан определили успех наступления на Восточном фронте. А в это время новая угроза – Петрограду. По призыву партии снова взялись за оружие рабочие и моряки-балтики. Не отдали врагу город революции. Продолжалось и наступление на Урале. Красная Армия громила врага сразу на двух фронтах – на востоке и под Петроградом. В это время «Антанта» двинула с юга Деникина. Вооруженные до зубов деникинцы рвались к Москве. Теперь коммунисты и комсомольцы спешили на Южный фронт. Партия широко открыла свои двери для рабочих, работниц, красноармейцев и матросов. Партийная неделя. Только в центральных районах страны партия выросла на 200 тысяч человек. «Стойте крепко, стойте дружно», – говорил Ленин, провожая на Южный фронт красноармейцев. «Смело вперед против врага. За нами будет победа. Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире». После упорных сражений к концу 19-го года Деникин был разгромлен. Очередное нашествие «Антанты» провалилось. «Победы советской власти не были бы одержаны без союза всех народов страны», – писал Владимир Ильич Ленин. «Антанты» Трудящиеся многих стран все решительнее требовали руки прочь от советской России. Потерпев поражение и под давлением общественного мнения, «Антанта» была вынуждена убрать свои войска с нашей земли. Ушла «Антанта», но оставалась разруха. «Антанта» Оставался голод. Страшный враг Тиф все еще уносил человеческие жизни. Каждый день мирной передышки надо было использовать для восстановления народного хозяйства. Девятый съезд партии принял резолюцию об очередных задачах хозяйственного строительства. Для восстановления разрушенного хозяйства создавались трудовые армии на Украине, на Урале, в Сибири, на Северном Кавказе. Все больше сил партия переключала на хозяйственное строительство. Передышка оказалась короткой. «Антанта» «Антанта» затеяла новый поход. На этот раз поддержанные окопавшимся в Крыму врангелем двинулись войска панской Польши. Мундиры и оружие французские, а кровь польских рабочих и крестьян. И, как всегда в критические для Республики дни, в Красную Армию партия направила коммунистов. Коммунисты разъясняли бойцам, мы воюем с панским сбродом, а не с польским трудовым народом. Летом 20-го года первая конная прорвала фронт белополяков. Это было началом всеобщего наступления. Закончив войну с Польшей, можно было повернуть штыки против врангеля. В ноябре 20-го года начался героический штурм Перепопа. Красная Армия освободила Крым. Конец войне. Советская власть восстановлена повсюду. На Украине и на Дону. На Урале и в Сибири. В Закавказье и в Средней Азии. В единоборстве с империалистами всего мира и силами контрреволюции победило советское государство, во главе которого стояла Ленинская партия коммунистов. В Идем Крым. Подписывайтесь на наш канал. Писания подпишитесь. Едем Kur'an. Общество. Продолжение следует...